Ну, вы знаете, после встречи Алиева и Пашиняна в Брюсселе, когда они договорились начать процесс демилитации, границы подготовки мирного договора, где в тексте вообще не упоминается вопрос о статусе Карабаха, это заявление, в общем-то, направлено на срыв до темы договоренностей. Это раз. Второе, я почти уверен, что Хереван не поддерживает нынешнюю инициативу. Григориан, всегда советую безопасности вашей, недавно выставлен заявлением, что Азербайджан должен решить этот вопрос, но речь идет о определении статуса армянского анклаба в Карабахе, что мешает армянам вести переговоры по мирному соглашению. То есть, фактически, в противном случае, если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, то переговоры невозможны. Но Хереван говорит, что переговоры возможны. Значит, существует определенная договоренность, что они соблюдают эти принципы. Ну, для Армении и Хереван, по сравнению, неудобство в том, что прорисает статус армян-карабаха, а Азербайджан медлит. Хотя одно время он дискутировал вопросы о предоставлении особого статуса. Ну, автономия там, я не знаю, какой-то другой. Но в последнее время они что-то молчат на эту тему. И оттуда это обычная такая вяло-тихучая политическая борьба. Может быть, Хереван воспользуется. И это не для того, чтобы осложнить переговоры с Азербайджаном, а может быть и нет. В общем-то, Степан Акир предпринимает холостой ход. Вы знаете, надо было признавать раньше, а сейчас это уже никому не нужно. Потому что мы посредники в мирном соглашении 9 ноября 2020 года, где определены статусы наших миротворцев в Карабахе. Так далее развивать, разваливать эти соглашения в России нет смысла. Это процесс двухсторонних отношений Бабы и Ереван. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова